Эй, Джимми, Джимми, где твоя Ача-Ача? Я уже в Прибалтике. Вот, Балтийское море. Я купаюсь. Очень закалённый. Нет-нет, он шутит. Он так шутит. На самом деле, мы ещё в Индии... Ты неправильно сказала. Ты скажи, не в Прибалтике, а в странах Балтия. Ай, да-да-да, забыла. Очень люди обижаются, когда говоришь Прибалтика. А раньше не обижались, те же самые люди. Нет-нет, надо говорить страны Балтии. Да? На самом деле, мы находимся ещё в Индии, штат Гоа. Деревня, деревня Арамболь. Проведите этот день вместе с нами. Идём на море. Ох, какой красавчик стоит. Или красавица. Наверное, это бык, да. Вот самое интересное, знаете, все люди едут, пипикают, сигналят, обгоняют друг друга. А они их совсем не боятся, коровы и быки. Вообще не боятся мотоциклов. Стоит! Или они уже привыкли. Мне кажется, в других вот деревнях, там, ну, в России, в Белоруссии, где есть коровы. Если бы вот такой поток был мотоциклов, то они бы шугались, эти коровы. А здесь уже видно привыкшие. И собаки. Вот она лежит. И ей всё равно, сколько идёт людей. Она так и будет лежать. Она не сдвинется с места. Ты её обходи. То же самое и с коровами. Начало года уже туристы начали разъезжаться. Именно индийцы. На сам Новый год много приезжало местных. Сейчас они разъехались. И так поспокойнее стало в деревне. Так интересно звучит в деревне. Мы живём в деревне в Индии. Убираются утра ребята. Обсуждают последние новости, что творится в мире. Так. Переходим в дорогу. И вот она. Дорога на море. Центральная. А это всё осталось ещё после Нового года. Не убрали. Это может у них мусорка такая. Но мы никогда здесь мусора не бросаем. Сегодня пройдём по паркингу. Это местный паркинг. Смотри, коровы. Собаки вместе лежат. Это хочет играть с ней. А нижняя-то спит. О, ещё три собаки. И здесь, посмотрите, прям лежбище. Коров. Это, наверное, мамка этих трёх телят. Как-то интересно, разновозрастные. Она заплатила за паркинг. Это место паркинга. Ой, коровам ничего не надо. Не платить. Не убирать. Вот. Люди кидают мешки с мусором. А коровы их разрывают. Да. Ужас. Здесь какой бардак. Вот ещё лежбище. Телят. Сейчас они нас, смотри, прогонят. Много их здесь. Коровы с телятами. Так, ребята. Мы мимо. Здесь мы ещё не ходили. Да, здесь надо прибраться очень. Срочно. В этом месте жили по прошайке. Целым табором. Может, уже уехали, и поэтому столько мусора. Эти дети, которые ходили по пляжу на все праздники, на Рождество и Новый год. Где-то здесь базировались. Да. Это ж никто никогда не уберёт. Никто. Никогда. Так парень был, говорил, что я там всё убираю, дайте денег. Но он типа из джунглей выносит. Да, кстати, парень, который просит деньги на базаре около моря. Сам сидит, курит. И бычки в песок засовывал. Я её боюсь обгонять. Давай, иди. Блин, ещё будет лизаться. Красота неземная. Витя, быстрей. Я бегу. Я бегу. Я пробежала. Так. Мы куда? Не, нам налево. Там ещё семейство лишь одно живёт. Направо нам. Направо. Да, я сейчас покажу. Да, ещё живут. И здесь мало осталось. И здесь живут. Да. И вот там. Прямо под пальмой. Они там и спят, и готовят еду. Дети ходят, вон, собирают по кустам сухие ветки. Значит, будут разжигать костёр. Вот, видите, дети собирают ветки. Дети и попрошайничают. Всё делают дети. А мы сегодня выходим на море вот здесь. Мне нравятся эти большие деревья. Может, это кедры. Огромные. И лиственницы, может. Ну, какие-то хвойные. Вдоль всего моря они высажены. Очень красиво. Там живут орлы. Да, здесь очень много орлов. Но мы видели два вида. С белой головой и просто орёл. И здесь какие-то лачуги, домики. Возможно, здесь живут какие-то ребята, которые работают в шеках. Не знаю, что это такие за места. Но вот вижу, что в домиках они там ходят. Да, труд, конечно, у них не позавидуешь. Целый день на ногах обслуживать туристов. А условия жизни вот такие. Ну, может, там, где они живут дома, ещё хуже у них условия. Рыбочки с утра пораньше разбирают рыбку. Но нам пока не надо рыба. Маминьки набрали много. А этот оксинок уже вырос. Вот этот маленький чёрный, который у нас когда-то мешок с одной рыбкой своровал. Медитация бывает сидя, а это у девчонок была медитация лёжа. Нет, это аутогенная тренировка. Овощной барияни и микс из овощей. Смотри, какие тарелки красивые. Очень красивые тарелки, прям с золотыми кантиками. Мы сегодня пришли в другое кафе. Опять Москва, Bombay to Moscow. А пришли, знаете почему? Потому что вчера был очень-очень сильный ветер. А этот шек находится как будто в бухте. И поэтому здесь ветра не ощущается. Пришли сегодня сюда. Но очень далеко бежать до моря, песок раскалённый, тяжело пробежать. Посмотри, прячется моллюск. Зачем он тебе? Вот набрал, я видел местные прям кушают его сырыми. Вместе с этими вот разжёвывают и кушают. В этом году я вам ещё не показывала. Парео. Вот девушка смотрит, а я сниму, покажу. Все они очень разные. Мам, я хочу тоже сидеть здесь. Тебе надо Парео? Да. А зачем тебе Парео? Я хочу. Я хочу тоже Парео. Тоже хочешь? Угу. А Парео, хочешь Парео. А зачем тебе Парео? Хочу. Хочу Парео. Посмотри, какие у тебя красивые вот эти штучки. А это не Парео. Парео. О, мы сейчас с тобой упадём. Не нравится? Слоники там. Где слоники? Вот слоники есть. Смотри, вот слоники. Вот слоник. Не хочешь слоника? А какие тебе цвета нравятся? Снотки. Синий. Синий? Да. Я бы смотрю. Подожди, мама скажет какой. Вот этот? Это красивый. Ребята там гуляют. О, это большой. Тебе будет как простынь. Дорога, баба, да. Не нравится? Там даже... Прекрасиво. Это будет красиво. Это слишком маленький. Какой марки? И сумки. А-а-а. У Виктора сегодня новый друг. Вот такой красивый мальчик. Да? Скажи, как тебя зовут? Он забыл. Застеснялся. Я забыла. Кафари. Тафари. Первая Т. Первая Т. Тафари. Я думал Кафари. Это бог. Африканский бог. Да. Царь. Царь. Это примерно одно и то же. Царь и бог. Такой серьезный стал. Тафари, покажи, что там у тебя. Мои зрители не видели. Ну, покажи эту игру. О-о-о. Нет? У Тафари, как и у Виктора, есть доска. И он один ходит в море. Плавает. И Виктор один ходит в море, плавает. Тафари эту доску Дед Мороз принес в этом году. И мне Дед Мороз обещал большую. Не принес ничего. Да? Тафари. А ты сказала, что Дед Мороз не существует. Он обиделся и не принес. Ой, не. Существует, существует. Я ошиблась. Существует, Дед Мороз. На мандаринах переела. Да поверни баранки. Нет. Нет. Тафари 6 лет. В этом году пойдет в школу. Но в сентябре. Он не знает, что такое школа. Но он очень-очень хочет. Сказал, что будет учиться на одни пятерки. Нет. Нет? Я этого не говорил. Ай, не говорил? Простите, Тафари. Я ошиблась. Но ты хочешь в школу? Нет. Там будет много детей. Хочу. Мама купит большой рюкзак. Девочки будут. Девочки будут. Их можно за косички дергать. Нельзя. Нельзя? Ой, блин. А нас дергали мальчики в школе. Да. Ну, покажи игру. Людям интересно. Потом сам... У меня нет никакой зрителей. Нет зрителей? Да. Я тоже блог веду. Я тоже блог веду, как и твоя мама. И потом ты сам увидишь себя у меня на страничке. Честно-честно. И тебе даже люди напишут комментарии. Я уверена. А мама прочитает тебе. Ну, покажи. Не, он сам научится читать. Ну, покажи игрушку. Буду плакать. Тафари не показывает игру. Чего ты вредней чьи? А-а-а, Тафари, покажи. Настоящий мужчина. Как ты собрал все колечки? Вот правильно. Надо характер иметь. Ой, видишь? Тафари, как и Виктор, стрелец. У мужчины должен быть характер. Такой же упертый. Не показывай. У Тафари 2 декабря. Был день рождения. Да, Тафари? Был. Был. И чем больше просишь, тем меньше шансов что-то увидеть. Вот они какие, настоящие мужчины. Если женщина просит, они сделают это обязательно наоборот. А сейчас я вам скажу, не показывай мне свою игру, мне неинтересно. И он сразу придет мне ее и покажет. Не показывай мне. Нет, мне неинтересна твоя игра. Нет. Какой-то спайдермен там нарисован. Даже не знаю, кто это. Скажи, даже смотри. Даже не буду смотреть. Нет, вот даже отвернусь. Вот, отвернусь. Вот. Смотрю на море. На море. Вот, вот. Смотрю на море. И одним глазиком подсматриваю. А вдруг игра повернется? Ладно, завтра покажешь? Нет. Не хотите, как хотите. Я знаю, что ты еще снимаешь. Ну, 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 сынки, ну. Я сегодня. Ага. Покажи, ты снимаешь, а нет. Тебя снимаю. Нет. Сразу так изменился в лице. Ну, 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 ну. Я не хочу. Нет. Хитрая очень. Что ты там про меня говоришь? Слава, не умеешь. Очень хитрая. Вот. Сговорились вдвоем. Старый и малый. Сговорились. Нашли друг друга. А ты знаешь, что я в детстве тоже был кучерявый? Да. Мне очень напоминает, что ты был такой же, только светлые глаза. Точно такие кучеря... У меня и волосы были светлые. Кучеряшки точно такие у него были. Да, да, Тафари, серьезно, я не шучу. У тебя вообще здесь не загорело. Ходи спиной. Откуда я знаю? Ты же мне не сказал. Я только сейчас увидел. Вот сказал, и теперь я с хвостиком. Хвостиком. Ужас. Покажи, какая у тебя кожа настоящая. Какая? Вот такая белая и вот такая черная. Это крутибей. Когда-то меня собака, только не эта, другая, рыжая, провожала так же в море. И здесь, видите, собака идет за ребенком. Она, наверное, переживает за него. И если что, идет его спасать. Прям прыгает в этих волнах. Смотрите, пробивается и хочет спасти. Вот такие они здесь умные. Представляете, уже далеко. Собака уже не может стоять. Она чисто плывет. Вот как прыгает. Так переживает за людей. Говорят, что собаки – это последние ангелы на земле. Играет. Прямри Conseller. Играет. Сейчас. Поirty profit. Играет. 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 Мы еще вам не показали, какая у нас иллюминация была на Новый год. Из дома, из Литвы, мы привезли вот такие вот огоньки. И у нас еще есть бенгальские огни, которые мы забыли взять на новогоднюю ночь к морю. Таких у нас два. Нет, три. Один мы повесили у Розы около дома, около входа, и два у нас вот в комнате. Так что у нас вместо елки были вот такие огоньки. А мясной салат мы будем есть до одиннадцатого числа, как и все. Почему до одиннадцатого? Люди на пляже говорили, будем до одиннадцатого кушать. Ай, гулять. Да, сегодня у нас второй день Нового года. Я же говорила, тазик мясного салата. Вот видите, настоящий тазик, тазик. А это, а это икра. Тоже приехала из Литвы. Как вам? Продолжение Нового года или начало Нового года. Я требую продолжения банкета. Этому фантику больше не наливать. А я с кетчупом еще вкуснее. Да ты что? Своим любимым. Еще от не острого, а кислого. Оно и так там все кислое. Огурцы кислые, майонез кислый и еще, еще. Ну, ты даешь. Может, тебе не хватает в организме кислоты? Он вкуснее стал. Или от того, что я кетчупа своего любимого добавил. Настоялся как щи или борщ. Знаете, он постоит день-два, становится вкуснее. Кстати, кто-то писал про съездили вы куда-нибудь в Индию. Ну, вот, мы поедем. Пока не буду говорить куда. Потому что сами еще не очень знаем куда. Куда-то на юг. И даже это не штат Гоа. Это другой штат будет. Поедем большой компанией. Нас будет 7 человек. Уже скоро-скоро, совсем скоро. Будут видосики с другого места. Так мы снимаем каждый день почти новое кафе. Или хотя бы новое блюдо. И что? Сейчас будет новое место. У меня, кстати, стиралка работает. Я перестирываю кое-какие вещи. Полотенца с собой взять туда, на пляж. Там тоже есть море. На поезде поедем. На поезде на индийском. Надеюсь, не на крыше. Так что, кто не подписался, подпишитесь. Чтобы не пропустить поезд. Музыка. 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 Молодой, он видит Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok